В Торжокском районе жители нескольких домов пытаются выселить, увеличивая плату за наем квартир. Наши коллеги телецентра «Беркут» пообщались с жителями. Вот что из этого вышло. С 2006 года собственником трех-пятиэтажек в деревне Митино Торжокского района являлся местный санаторий. Жители этих домов с 1991 года обращались в разные инстанции по вопросам приватизации, но проиграли все процессы. Мы ощущаем на себе различные притязания со стороны генеральных директоров, которые в последнее время стали меняться достаточно часто. Сказали, что вот надо такие документы, но мы, конечно, документы собрали и они без нас все это сделали. То есть наших там подписей вообще нет. В сентябре этого года все жильцы получили уведомление об увеличении платы за наем жилых помещений. С 1 ноября тариф для них будет составлять 150 рублей за квадратный метр. В среднем получается около 8 тысяч рублей с каждой квартиры в месяц, не считая коммунальных услуг. Это стало последней каплей, переполнившей терпение людей. Сейчас нам прислали уведомление о том, что 150 рублей за квадратный метр. Через месяц 500. Нас приравнивают, да, найм для нас к коммерческому найму. То есть только соблюдаются права собственника. А где права человека? Вот такие письма угрозные, где по 150 рублей в месяц, прислали только тем, кто у них не работал. Кто у них на данный момент работает, таких писем пока не прислали. Вы знаете, куда мы только не обращались, где мы только помощи не искали. Прошли все суды и в прокуратуру обращались. В жилищном кодексе РФ прописано, что при смене собственника условия проживания не меняются. Никаких других условий, кроме тех, на которых жители заселялись в эти дома, не было оговорено. Люди утверждают, что санаторий Митина, считающий себя собственником их жилья, практически ничего не сделал для их благоустройства. И текущий, и капитальный ремонт они делали исключительно за свой счет. Вот я, например, многодетная мама, педагог дошкольного образования. И, естественно, каждой семье, здесь присутствующей, непосильно эта плата. Получается, что я должна платить около 17 тысяч в месяц за свою квартиру. Мы здесь собравшиеся просим местные власти, областные, федеральные, правоохранительные органы, правозащитные организации. Просим защитить нас от произвола агрессивных действий администрации санаторий и митинов. Люди платят не только за наем жилья, но и за аренду сараев. Руководство заставляло жильцов подписывать договор аренды, угрожая отключить свет, газ, воду и поставить заглушки на канализацию. И он нам сказал в отношении квартиры, мы эти квартиры продадим с обременением, то есть с вами. Это было сказано открыто. Люди-то разуверились. Мы каждый год сидим как на вулкане. Каждый год они нас терроризируют. Как только начальство меняется, так, пожалуйста, они нам сразу новые условия выдвигают каждый директор. Жильцов просто выдавливают из их квартир непомерной платы. По закону, если квартиросъемщик не оплачивает в течение шести месяцев наем жилья, то собственник через суд может выселить его на улицу. И тогда многолетнее хождение по мукам людей из деревни Митина прекратится, и у них появится совершенно определенный статус – люди без определенного места жительства.